Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео я буду проводить эксперимент над двумя кисточками для макияжа. Одна будет с натуральным ворсом, это кажется шерсть белочки. И вторая будет с синтетическим ворсом. Я буду пробовать наносить ими тенями сухим способом, а также мокрым способом. Посмотрим, какая из них лучше справляется в растушевке и какая лучше, точнее и ярче передает цвет теней. Я выбрала две кисти похожей формы, они вот такие вот бочонком. Вот это вот черное, это с натуральным ворсом, вот это вот зеленое, это с синтетическим ворсом. Вообще принято считать, что рассыпчатая текстура, например, такие как тени, такие как пудра и так далее, нужно наносить кистью с натуральным ворсом. Якобы она лучше переносит продукт на кожу. Кисти с натуральным ворсом больше приспособлены к жидким продуктам. Жидкие, румяна, тональная основа и так далее, потому что они намного проще и быстрее моются и сохнут. Как вы знаете, в кремовых текстурах любят закатиться всякие микробы, поэтому очищать кисти нужно очень тщательно и часто. И кисти с натуральным ворсом в этом смысле идеальны. Они не так вылазят, они быстрее сохнут, не требуют специальных средств для очистки и так далее. В общем, мы сейчас на примере посмотрим, какая из кистей будет точнее и правильнее наносить тени. У меня в руках вот такая вот шикарная палитра теней от BH Cosmetics, которая называется 60-е, где собраны очень яркие и красивые цвета. И вообще мне эта палитра напоминает как будто детские краски для рисования. В общем, их сегодня будем использовать. Хуже всего переносится на века именно матовые тени, а матовые светлые тени еще хуже. Это самая капризная тень, как по мне, которая нужно еще уметь как-то так перенести, чтобы цвет не потерялся и не смотрелись более-менее уместно. С этой палетки мы выберем какой-нибудь контрастный цвет, чтобы его было видно на камере. Например, вот такой. Под цвет моей кофточки пусть будет. Он абсолютно матовый и довольно светлый. Сейчас посмотрим, как он будет переноситься при помощи сухих кистей. Так, я тут ближе вас пододвинула, чтобы было все хорошенечко видно. Я хочу попробовать эти тени на базе, поэтому я использую свою единственную базу под тени. Это Essence. База неплохая, но просто цвет это мне убивает. Просто вот этот желтый, который портит и коряжет все оттенки своей желтизной, забивая их. Вещь неплохая, но и телки-палки. Сделать лишь нормальный цвет. Серьезно, вот этот желтый. В общем, все, я нанесла базу. Начнем с кисточки с натуральным ворсом. Я набираю тени, немножко сбрасывая остатки. Пока очень слабо переносится, не слегка покалывает кисть. Потому что с натуральным ворсом, те, которые дешевые, у меня недорогая кисть, они в основном обламываются и потом колятся при нанесении. А в веке это очень чувствительная часть. Как видите, для сравнения, тени перекрыли цвет базы, но они не насыщенного оттенка. Они такой, как в упаковке абсолютно. Как будто он какой-то светлый с легким оттенком. Хотя в упаковке это яркий бирюзовый цвет. Сейчас будем пробовать сделать это синтетической кистью. Я набираю тени и начинаю наносить. Пока все так же, честно говоря. Но синтетическая, более мягкая кисть. Я набираю довольно много продукта. Я его не вижу вообще. Вот он очень сложно проявляется. Однозначно быстрее наносятся тени. Интенсивность, наверное, та же. Не знаю, как вам видно на камере или нет. Так, вот это вот натуральный ворс. Вот это вот синтетический ворс. Как по мне, одинаковый. Единственное, вот эта вот зеленая кисточка намного быстрее нанесла тени. Дальше я хочу попробовать сделать то же самое с слегка смоченной кистью. У меня в руках вот такой вот бутылек. Это обычная вода в пульверизаторе. Просто проточная вода. Где я буду смачивать кисть и пробовать наносить тени именно влажным способом. Так, начнем с кисти с натуральным носом. Так, я беру, просто пшикаю. Смачиваю ее. Кстати, девчонки меня часто спрашивали в комментариях, как сделать так, чтобы тени были более яркими и лучше переносились. Вот, мокрым способом самое оно. Можно не обязательно пшикать вот так вот. Просто берете ватный диск, смачиваете его водой и трете кисть об него. Так, все, кисть у меня мокрая, я пробую наносить. Беру все тот же оттенок. О-о-о, это намного лучше. Ух, это я понимаю. Вот, совсем другое дело. Мы видим цвет теней. Они быстрее переносятся. Но кисть склеилась. И я как будто наношу другой стороной карандаша, там где стирачка. Вот этой вот частью, а не кистью. Потому что волосинки все склеились от воды. Они ничего не растушевывают. Просто как будто я вот какой-то палочкой наношу. Ну вот, совсем же другое дело, да? Переходим к искусственной кисточке. Доро то же самое. Также смачиваю. Может, я слишком много смочила. Это не склеивается. Она еще пушистая. Как по мне, цвет хуже переносится. Вот такой вот кистью, мне кажется, удобнее все-таки наслаивать цвет. Если вам, допустим, нужно сразу же вот такого вот яркого цвета добиться, лучше использовать кисть натуральным ворсом. Она это делает быстрее как-то, хотя не очень приятно и аккуратно, но быстрее. Это как будто постепенно. Дальше переходим к растушевке самому-то интересному. Так, я сейчас немножечко промою кисть от оттенка и хочу выделить складку верхнего века каким-то контрастным цветом. Я беру вот такую вот маленькую плоскую кисть с натурическим ворсом и буду наносить темный оттенок, коричневый такой вот, темный-темный, прям в складку, прорисовывая ее. Просто рисую линию, ничего не растушевывая. Кисть сухая. Так, то же самое делаю с этой стороны. Так, я стараюсь очень делать одинаковые интенсивности. Вот, крутительно просто. Так, здесь, по-моему, надо чуть-чуть поярче нанести. Вот так вот у меня получилось. Теперь пробуем растушевывать. Моя задача сейчас сделать цвет максимально мягким и чтобы границ вообще не было видно, как будто вот дымка. Так, начинаем с натурального ворса. Я просто двигаюсь вперед-назад, растушевывая это. Стараюсь где-то потратить на это секунду 10, не больше. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все, вот так у меня растушевался цвет. Он еще виден. Ух ты ж ее! Здесь побыстрее, получше растушевываться. Посмотрите на это. Все, у меня уже практически дымка. Время еще есть. Не знаю, видно вам или нет на камере, но здесь намного растушевания границы. Я сейчас сделала это быстро и довольно неаккуратно, поэтому смотрится очень стремно. Но факт остается факт. Назовите на здесь границу, ее практически не видно. Вот она. Дымка. Смотрите на здесь. Здесь вот пятно, как было, так и осталось. Давайте дадим шанс еще натуральной кисти и пробуем вот здесь вот растушевать. Вот у меня здесь пятно не тушуется вообще. Вот на месте стоит. Кисти как будто сдирает предыдущий снот этот в одеярке бирюзовый и не может растушевать. Здесь, посмотрите, красивая дымка. Как видите, у них вот набивка одинаковая, они одинаковой мягкости. Вот. Ну, даже вот это вот более с длинным ворсом, который натуральный, она, кстати, хуже растушевывает, что очень странно. Обычно наоборот. А та, которая с коротким ворсом, растушевала лучше. Лучше, качественнее края растушеваны. Отодвигаю вас от себя. Итак, давайте подведем итоги. Кисть с натуральным ворсом мне понравилась в передаче цвета. Она быстрее это делала и делала ярче. Но в растушевке, к сожалению, она хуже. Вот этой кистью с синтетическим ворсом пришлось дольше и муторе наносить яркий цвет. Она неохотно передает оттенок теней на века, но тем не менее красивее и быстрее растушевывает. На этом все. Вот такое вот у меня получилось видео. Если вам оно было полезным, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. А я вас всех целую. И пока!